Одно только упоминание о нем сейчас наводит ужас на жителей целой страны. Вот он, преступник, которого ищут, пожалуй, все полицейские США. Стив Стивенс, как говорят в таких случаях, вооруженный, очень опасен. Он признался в 14 убийствах, одно из них даже показал в прямом эфире для своих подписчиков в социальной сети. В это действительно трудно поверить, но подлинной записи уже подтвердили сыщики. На этих кадрах Стивенс с оружием в руках заводит разговор с прохожим за несколько минут до расправы. Произнеси имя Джоэ Лейн. Джоэ Лейн? Да, она причина того, что сейчас с тобой случится. Сколько тебе лет? О нет, нет, я не знаю, о ком ты говоришь. Все происходит днем на глазах у очевидцев. В одной руке Стивенс держит пистолет, в другой мобильный телефон. В какой-то момент он хладнокровно, ни секунды не мешкая, нажимает на курок. Престарелый мужчина падает, а Стивенс садится в свою машину и словно ни в чем не бывало продолжает общаться с подписчиками. Спустя еще несколько минут звонит знакомому, чтобы рассказать, как проводит время. Сквозь междометие и нецензурную брань можно понять, что это не первая его жертва. Я опозорил свой район, свой город, но самое главное, и я это понимаю, я опозорил себя. Мужик, я убил людей, я убил 14 человек. Его откровенность поражает. Стивенс, сидя в машине, жалуется на жизнь тем, кто присоединился к прямой трансляции. Говорит, что устал от всего, ему надоела работа, соседи, друзья. Забавно. Неужели никто из вас не может поверить в то, что это происходит на самом деле? Да, действительно, это все реальность и невероятное сумасшествие. Во всем штате Огайо усилены меры безопасности. Правоохранители просят людей не выходить из своих домов. Следователи уже поговорили с родственниками стрелка, но они не смогли прояснить ситуацию. Рассказали лишь, что ничего странного за Стивенсом не замечали в последнее время. Также сыщики пообщались и со знакомыми погибшего пенсионера. Оказалось, что жертва и убийца не были знакомы. Да и самого Стивенса раньше никогда не видели в этом районе. Этот человек, который лежит здесь, это был хороший человек. Я не могу поверить, что его нет. Это все неправда. Пока известно, что Стивенс передвигается на белом седане. В последний раз его видели на окраине Кливленда. Сейчас стражи порядка проверяют показания друзей убийцы, а также выясняют, где и когда стрелок покупал оружие. Сейчас мы прилагаем все наши усилия, чтобы найти убийцу. И, конечно, мы действуем вместе с нашими коллегами из других ведомств. Нам важно сделать так, чтобы этот человек не оказался снова на улице и не продолжил убивать. Есть информация о том, что Стивенс был ярым болельщиком местной баскетбольной команды. Накануне ЧП стрелок ввел прямую трансляцию после матча недалеко от стадиона. Отмечал победу вместе с другом. Говорят, был приветлив, поздравлял прохожих. Что случилось с ним буквально за сутки? Настоящая головоломка, над которой сейчас бьются следователи. Антон Талпе и Сергей Карандиев. Телекомпания НТВ.